Права доступа. В большинстве модулей используются права доступа, то есть вы можете дать возможность администратору настроить права доступа к тем или иным частям вашего модуля. Это более правильное решение, чем заложить всю логику управления доступом сразу в модуль и, например, доступ на просмотр административных страниц да только пользователям группы администраторы, зашив это в коде. Используются две методологии разграничения прав доступа на уровне модуля. Уровень прав в рамках логики модуля. Права. Роли. Отличие их заключается в том, что если пользователь обладает несколькими правами, то выбирается максимально. Если же пользователь обладает несколькими ролями, то он, соответственно, будет обладать суммарными возможностями этих ролей. В нашем уроке мы рассмотрим управление именно правами. Роли затрагивать не будем, это большая отдельная тема. Первое, что мы должны сделать, это указать, какие права доступа будут у нашего модуля. Поэтому, если нам нужен свой список прав доступа, то мы должны дополнить класс модуля. Мы должны определить метод getModuleRightList, который вернет массив, состоящий из двух элементов. Это элемент с ключом referenceId, в котором перечислены все буквы наших прав доступа. Элемент с ключом reference, где в том же порядке перечислены наименования прав доступа к этим правам. Как правило, тут мы также в описании указываем букву доступа. Это принято в системе, поэтому вам рекомендую также включить буквы прав доступа в текст в описании права. Если вы не объявите данный метод в классе вашего модуля, то вам будут доступны три стандартных права доступа. D – закрыт, R – просмотр всех данных доступа, W – запись. Мы же определили свои четыре права доступа. Доступ закрыт, доступ к компонентам, то есть дается доступ видеть результаты работы компонентов нашего модуля. Д – доступ к настройкам и полный доступ. Теперь перейдем к странице настроек модуля. У нас тут уже подготовлена вкладка. Чтобы добавить возможность управления правами доступа на этой странице, нам всего лишь нужно подключить файл bitris.modules.main.admin.groupwrite.php. Прошу обратить внимание, что использование данный файл для управления правами доступа как раз тот самый случай, когда нам нужна переменная module.id. Данный файл рассчитывает на то, что она у вас объявлена. Если это не так, то вас ждет непредсказуемое поведение вкладки с управлением правами доступа. Перейдем в админку и посмотрим нашу вкладку с правами доступа. Как видим, вкладка у нас есть. Мы можем в любой группе пользователей установить любой из четырех прав доступа. У нас есть группа контент-редакторы. В данную группу добавлен пользователь. Добавим этой группе пользователей полный доступ. Вернемся в Option.php. Нам теперь как-то нужно проверить, а есть ли доступ к настройкам модуля. Для этого используем метод getGroup.write глобального объекта Application. В метод передаем IDModule. Данный метод вернет букву уровня доступа, которая дана группе пользователей, которая принадлежит текущий пользователь. Проверяем, не меньше ли S уровень доступа. Если уровень доступа меньше, то вызовем метод outForm. Данный метод выводит форму авторизации и сбрасывает весь вывод. То есть нам не нужно заботиться о прерывании выполнения нашего кода. Параметры передаем сообщение. Заходим под нашим пользователем из группы редакторов. Доступ есть. Мы можем менять настройки. Зайдем под администратором, понизим для группы контент редакторов уровень доступа до доступа к компонентам. Опять зайдем под пользователем из группы контент редакторов. Как видим, нас встретила форма авторизации. Теперь перейдем к созданию нашего компонента. Наш компонент не выполняет никакой работы. Мы просто будем проверять доступ. Создадим здесь единственный метод var1. В нем будем возвращать поясняющий текст. В execute компонент сделаем проверку. Если у нас доступ ниже k, то мы вводим сообщение об ошибке. Если же нет, то мы выполняем метод var1 и подключаем шаблон. Переходим в публичку, где размещается наш компонент. Как видим, вводится наш текст. Теперь зайдем под администратором и закроем доступ к модулю в общей группе редакторов. Обновляем страницу и, как видим, доступа к компоненту мы не имеем и нам было выведено сообщение об ошибке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова